добрых дней котята 3 4 выпуск рубрика best replays и как обычно с вами бани вур в начале по традиции благодарим всех кто поддержал выход этой серии много достойных господ давайте же о них поговорим и споем им панигейки алината 313 рублей перевел надеюсь авторы не голодают это на дошек и на корм для саманты надо что-то выбирать одно на 313 рублей не особо разгуляешься но спасибо никого in 500 рублей перевел кайфовая рубрика респект сейчас наверно спрашивали но в чем смысл того что аспирант пилит видео не кликать с мышкой самому я очень ленивый ведь возможность саму прокликать все что хочется развязывать руки но это вынужденная мера поверит они от того что мы любим создавать себе трудность это вынужденная мера связанная с техническими особенностями продакшена этих роликов анатолий 333 имею ввиду 333 рубля перевел а именно 333 всем привет из германии жду с нетерпением реплеев так что нужно больше но мне кажется 2 в неделю мы вышли на какой-то идеальный формат прошу прощения за кашель но болею дмитрий 100 рублей перевел ничего не сообщил ираке москва 500 рублей я я чувствую из москвы заберу всех раков с мида потому что уже не первый донат от араков московских в общем московским членистоногим огромный привет тхо 1000 рублей перевел сам лично и по-китайски сообщает я тебя люблю бани вуль хотя игр тхо по моему еще в best replace не было амир тантаков 100 рублей привет больше пропустил три выпуска дела дела вот соточка за три выпуска то лучше если на ютюбе новую звезд реплей значит все не так уж плохо на сегодняшний день видимо и петь нужно было на мотив песни виктора цуя спасибо большое не пропускай вот нельзя прогуливать уроки 2x 200 рублей перевел ну и конечно же есть еще ряд господ которые перевели чуть меньшую сумму для экономии времени просто перечислим их по никам это владимир сергеевич адольф да ладно арсений 2 василий добавить или на то еще накинул 25 рубликов до кучи лев васильев и аноним спасибо большое вам всем друзья товарищи именно благодаря вам выпуске выходят в два раза чаще ну а теперь приступаем к роскошному пиру видеоигры вот кто будет играть сейчас узнаем итак господа и дамы амазония ночной эльф hans revolution против хумана азиатского анима анима довольно сильный игрок то никогда особых трофеев не брал в турнирах особых высот не достигал тем не менее такой крепенький азиатский середнячок который регулярно выступал может быть и сейчас выступает на всех чемпионатов играет в элите но вот еще раз говорю к богем на верхушке к истеблишменту этой элиты не принадлежит сразу обратим внимание на оригинальную застройку от хумана это застройка в стиле эльфов вот если бы хуманы смогли выкопать свой барак и рабочие аккуратно руками понесли бы его к маршруту криппинга и начали бросать в мобов кирпичами вот тогда можно было бы сказать что хуманы освоили сложнейшие эльфийские методики но да это как это турнирная игра кстати и причем игра довольно древняя но не настолько древняя как например прошлая игра или там партии с участием того же x-lord а но вот тут явно что-то из турнирной практики ханс революшен выиграл рич рича вот мы понимаем что рич играл в какие-то незапамятные времена поэтому можно сказать что это что-то из позднего кембрийского периода но не мезозой не мезозой архимаг здесь кстати на нет все очень стандартного хумана но в чем смысл такой застройки я понять пока не могу футмен на разведке так нет не будет никакого архимага становится понятно что футман не зря притопал на таверну во первых он встретил здесь подругу старую пытается ее закадрить но у них были популярны садомаза игры видимо и он по старой памяти пытается охаживать ее оглоблей по спине она игрива от него кокетливо убегает в 3 пришел его товарищ и привели с собой огромного медведя решили устроить групповичок судя по всему арчат ужаса предпочла ретироваться и умчалась прочь на ночной электричке криппинг пошел милиционерами это должен быть конечно отработанный такой маневр поскольку анима явно готовился готовился к своему сопернику здесь панда 1 и здесь панда 1 вот эта новость но слава богу помните в одной из прошлых игр я жаловался что панда вымирающий вид и всего одна на карте бегала сейчас панды 2 и есть надежда что это панды разного пола тем не менее панда хумана панда мальчик давайте так он находит виспов но тут есть мунвелл не знаю вот профитно ли тратить ману на дыхание виспов опустошаем мунвелл наверное профитно потому что потом негде будет лечить армию после криппинга или саму панду решает решает эльф просто во первых виспов эвакуировать в рудник битых во вторых это была попытка окружить панду и уже довольно прилично продамажили у панды нет просветки ну вот начинается охота на весь пов первый висп наконец падает жертвой этого разбойничьего нападения там чей-то трупик кстати лежит возле дерева возможно возможно это арча а менты в это время прокрепили еще одну точку и панда должна быть уже второго левела сейчас она да это вы почти третьего левела йопс тудэй сапожки персонал очка оригинемся хилим битых но битых нет все умерли нет их тоже перевели на рудник аккуратненько да в общем такой знаете харасс рт-шный в 2 на 2 получился у аниме у эльфа есть действительно уязвимые места особенно хорошо в 2 на 2 это проявляется когда приходишь костра у хаму и в начале игры в два лица убиваешь ему всех шаров после этого начнет испытывать колоссальные трудности здесь же особо харасс наверное не принес дивидендов но один висп минус это не потеря плюс может быть одну арчу но вот а то что во время харасса хуман крепился и у него сейчас явно быстрее будет третья панда это факт это факт здесь у панды выпадает сапоги ловкости бесполезный хлам который можно забросить шкаф потому что уже весна тепло не так уж ловко ходить в сапогах в апреле нас простой уже очень очень знойно можно сказать третья панда здесь панде немножко больше повезло с девайсами эликсир маны шикарно вообще больше маны счастливая панда панда девочка тем временем вот тут женский батальон а это мужской видите это просто школы с раздельным обучением у них выпускной экзамен и пацаны идут в гости снова к девчонкам в надежде что вожатые наконец уйдут мутить куда-нибудь за угол и они смогут побухать в беседке и устроить себе все эти богемные игрища так чат хуман бегал бегал вокруг крепящегося эльфа панда получил ту третий level дождался не центре ворды выпали неплохо ой хорошее дыхание ворчей ответное дыхание футменов арчами разбегается одну точно сдуло но это панда тоже должна сейчас да 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 футманы тоже здесь не особо счастливы таким событием есть еще до панда дыхание есть дыхание и сейчас разбегайтесь пацаны файлорд на помощь минус 3 футмена что что творишь то зачем ты окружаешь ты должен был прокликать панду что у него мана на дыхание есть ну начинается наркомания в общем все что мы любим в рубрике best replace какой-то файлорд вылез не пойми откуда у эльфа на этом все стандартные схемы развития маршруты клиппинга build order и стратегии тайминги все на этом закончилась мальчик пытается ну вот у них ведь и брачные игры он дышит в ухо самки но самка не согласно как классно выложил все успел не побоялся под подлечился в колодце самка не согласна вот только сейчас попив живительные водички на водопояс самка идет навстречу идет навстречу флирту самца и мы видите они любовно охаживают друг другу по морда сам оглоблями это вот такие вот брачные сексуальные игры панд так но кажется самка в этой битве победит правда самец еще раз дыхнул на него прилетел волшебник в голубом вертолете это greenpeace они поняли что самец может не выдержать самка откусит ему голову и быстренько забрали самца на гириш бомбили видимо сейчас повезут в больницу экологи а я тут окружение шикарная фаерлорда как же он контролит как же он контролит рассыпались огненные твари фаерлорд не не ожидал такого поворота событий так давайте присмотримся что вообще происходит дерево машет лапами у эльфа он не нажал тир-3 мест пошел по стандартному таймингу но и я не вижу хантерс холла но скорее всего он где то есть просто да есть хантерс холл то есть он собирается как-то пропушивать может быть дриадами пуш дриадами на тир-2 экспанда враждево у ее сейчас размножится ё-моё уже четверо огненных элемов и панда бежит помогать а алтарь дымится колодец почти умер под так это были подрывники подрывники бегут боже мой фаерлорд панда взрывает алтарь ее спасают на дирижабле подрывник врубается в еще одно здание черт возьми я не понял что это было за строение что-то росло лава спаунгуд да да ханс очень очень оценивает элемов которые в общем оказались полезнее самого фаерлорда так мы что происходит хуману подорвали экономику на так уже вгрызаются в рудник подорвали экономику на мэйни без он и на экспанде безусловно это здорово но эльф таким образом немножечко сравнял экономическое положение временно да и чуть больше придется подобывать голды чтобы окупить окупиться аниме нажал тир 2 продолжается жестких а раз безвышек там будут гибнуть крестьяне я бы их на месте хумана пока не отобьет expansion не строил то просто не профит на это не профит на они кормят панду плюс дают экспу плюс ко всему они не окупают даже себя но он там принесет по три мешочка золотом каждый ну ладно себя только может быть окупят но смысл строить крестьян без экономической рентабельности да еще и кормить вражью панду то не очень правильная стратегия здесь три футмена на харассе что-то снес снесли эльфы я честно говоря не увидел что за верхнее здание он срубил но пока это алтарь мунвелл то есть это не не жизненно важные органы жизненно важные органы не задеты можно так сказать об эльфийских сейчас коллизиях продолжается харасс почти пятая панда очень битые футмены заюзал он цветок лечения и побежал снова как-то отвлекать эльфа тут уже просто снесли ратушу ну что можно сказать что экспант не окупился нурили то есть там хватило только на тир-2 можно конечно смотреть сколько денег в руднике за все дела но вы знаете я так скажу если благодаря экспанду вы каким-то образом не вышли в технологии или не построили какой-то экстра лимит для пуша в общем если экспант не принес вам дивидендов виде каких-то либо технологических рывков тир-3 либо вы на тир-2 не замасились благодаря экспанду то экспант в принципе не оправдан такое мое мнение сейчас ответ на визит подрывников боже эльф то очень успешен цели тут свои подрывники бегут на последние наняты будут вгрызаться в мэйн дриады должны отстрелить взрыв атака мэйна без пыль летят чинить панда сдувает к чертям собачьим этих висков да панда кстати ну я щас положите экшенчик закончится если он конечно закончится еще одно дыхание сейчас минус 7 спы будут дыхание и минус мэйн у эльфа он просто не рассчитал что чинить невозможно он забыл о том что 5 панда сдувает всех шариков к чертовой бабушки с первого же залпа да конечно здесь очень много очень много потерял хуман почти все потерял у ее там еще в общем дирижабль как-то улетел но в дирижабле никого не осталось но проблема в том что несмотря на все эти колоссальные потери у эльфа абсолютно сейчас просто отброс эльф превратился в экономический отброс в дотационный регион понимаете у анима ладим это все в порядке у него ресурсы добываются до армии нет но тир-2 закончены сейчас нужно конечно эльфу нужно идти в какую-то дерзкую контратаку здесь даже панда пока не 5 но мы напоминаем что несмотря на перманентный такой вот именно не не дискретно перманент харасс хуманской экономики эльф на рабочих не смог поднять 5 напоминаю что вот тот криппинг винтами в начале зарешал и панда здесь уже наполовину 6 может быть строить моздриад против панды эта идея здравая вполне то есть по крайней мере хотя бы армия будет жива но вот проблема сейчас не в армии проблема в том что у эльфа нет инкама а хуман его получает с другой стороны хуман пока этот инкам не капитализировал в армию то есть деньги то есть но что-то с ними будешь делать то есть они до идет идет прибыль все прекрасно но отличное дыхание в ряд это было шикарно или он в дирижабль пытался попасть скорее всего в дирижабль у меня сейчас один вопрос критическим ли был урон нанесенный эльфа убийством мэйна ну конечно с одной стороны колоссальные экономические потери просто колоссальные с другой стороны здание тир-2 уже построены насколько я понимаю на тир-1 можно штамповать ряд если когда-то у тебя уже был тир-2 ой 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 панда оставила своих тут прилетает на голубом вертолете в ответ панда соперника она 5 эвакуируй всех беги братан просто беги просто беги куда глаза глядят в общем биты полицейские разбегаются в разные стороны тут фаерлорд сражается в два футмена конечно не в силах сдержать натиск в общем взаимных а раз удался отстроился main и если до этого прихода эльфа я еще сомневался в том сможет ли скажем так успеет ли хуман то есть смысл в чем если у тебя экспант ну там убили main и все такое у тебя есть инкам пока эльф строит main и начинает ой ой ты же сам себя в окружении загнал ты чё творишь то ё-моё где дирижабль что ладно так вот проблема отлично окружаем еще одного лима пока вот ой 6 панда не дают мне договорить люди просто понимать это бесконечно какой-то action происходит я все-таки договорю чтобы сейчас не происходило смысл в чем да ты убил эльфу main да у него какое-то время не добывает голда и вот за это время твоя задача вот до того момента когда виспы 5 виспов залезут в рудник и начнут качать золото твоя задача как-то конвертировать свою голду куда-то понимаете то есть там что-то построить какую-то армию если ты просто добываешь голду и ничего с ней не делаешь то никакого смысла в диверсии на эльфийский мэйн не было ой панду тут убьют сейчас да панда 6 против панды 5 самец все-таки оказался сильнее самки тем более что позвал еще двух самцов и они устроили настоящее групповое букейка фактически организовали для самки панды и честно говоря так и не понял смысла заказа фаерлорда ну да бог с ним царствуем небесная пусть лава ему будет пухом но вот точно приход враждей пан здесь конечно еще вот вот ничего не ясно совершенно ничего не ясно короче говоря приход а эльфийской панды на мэйн хуману и тотальный геноцид рабочих на голде на лесе вообще всех он выровнял ситуацию что сейчас происходит понять абсолютно критически невозможно происходит полнейшая вакханалия перманентный взаимных а раз экономики а тут алтаря нету эльфа ё-моё и вот здесь мы вспоминаем о том что эльф взорвали алтарь дриады на харассе панда к сожалению ничего с рядами сделать не может у эльфа нету нгама там я вижу или рудник еще не оплелся на мини карте он как-то выживает на последний мы убили героев и ему надо как-то их восстанавливать ну прям критическое положение если честно вот сейчас прям совсем плохо с другой стороны тут панда в инвизия новых подрывников она готовит сейчас еще раз взорвет ну да вот в этом плане конечно выгоднее когда у тебя голдовая добыча идет хотя бы вот единственный способ реализовать да куда что что зачем же ты надо же было в моем тыкать иди а тут тоже пошел по а почему на мини карте тогда не показывается что рудника плетен я хз короче у эльфа все-таки идет золотодобыча я про то что если у тебя я там да есть определенное экономическое преимущество но по какой-то причине ты не можешь его конвертировать в армию ну потому что тебя харасит у тебя нет как минимум строение на тир-2 ну то есть понимаете единственный способ это нанимать подрывников аннигилировать сопернику ну или наемников да но против панды 5 6 я бы вообще не стал больше армию строить что бесполезно плюс конечно страдают здание вот базу я советую хуману какой ой как же сдув ну вот пожалуйста сдулим снова эльфу моему то о чем я говорю здание придется тыкать по всей карте вот эти вот фермы с лесопилкой поставленные вместе это все умрет эльф наконец наковырял себе денег на панду по сути мы понимаем что уже не будет какого-то строительства войск там чёт каких-то там не знаю контры юнитов там подстройки под состав армии соперника нет это будет датан где две панды будут устраивать тотальнейший просто тотальнейший шиздец на вражеской территории у хумана побольше здание осталось 6 панда будем регенить ману 3 а даже удряда вот единственный кто себя здесь чувствует вольготно потому что их не догонишь панда их не сдует дирижабль их спасает вот контроли ты но там осталось только 3 ряд контроль тель больше никого и ферму сейчас убьем очень четко в бункере дриады панда сдувает дирижабль шикарное дыхание и это подстава и расстроился немножечко эльф понял что весь этот диверсионный отряд сейчас ляжет 7 панда у нее появилась нет критов еще нет я думаю что он взял винные пары скорее хотя я бы подумал о критах потому что здесь особо пары то кидать уже не в кого понимаете не будет армии никакой а вот криты помогли бы при размене панда и стронг да панда вообще очень сильно ай панда знать она сильно куль лайт на слона ну в общем у хумана конечно ситуация намного лучше сейчас уже благодаря тому что а эльф еще нычку ставит вы понимаете что творится это форменный произвол эльфу харасят базу и он решает принимать единственное верное решение если панда постоянно приходит ко мне на мейн сдувает главное дерево я просто посажу его в другом месте но к несчастью эльфа это не какая-нибудь не знаю не какой-нибудь гнол вуд где 3 триллиард вообще рудников здесь погибают крестьяне персонал очка надо бежать вот я понимаю что панда самка уже понимает она она помнит что с ней сделал в прошлый раз самец и пускается на утек удирает во все свои лапки но самец догнал и кажется ну повторение мать учения самцы втроем снова организуют для самки сексуальный трип сексуальных у тех на пытается сбежать на помощь отправляется огненным уже еще под лесом все гг да вот ой как ты не окружил то лошара это то чем 6 панда отличается от 5 вот видите на лицо на лицо 5 панде сейчас готовится брызнуть целых три шестых панды это больно но еще одну подкруточку или закончилась мана об отпустила ульту и она как-то выжила дыхание ну кстати 235 мана навес дует нет есть наверное подки вопрос том что инка монет у эльфа скорее всего нет им кама это хуманский по моему инкам показан хуман естественно не видит рудник но пошло проверять конечно единственный там всего две точки на карте где может расти а который может быть оккупирована зелеными насаждениями несанкционированными вот пожалуйста нашли 5 панда понимает что терять только что свежевыращенную нычку смысла никакого нет и на пару с фаерлордом понимаю что их двое а у а у панды самца нет пока ультимейта куда она в кулдауне ульта они бросаются преследовать ну что пришло время во первых вышки строить конечно потому что иначе тут хорас продолжится что строит эльфу я не знаю эльфа нужно по всей базе вот по по всей карте разбрасывать здание чтобы панда их вот группа не сдувала хотя бы плюс это же эльф он может выращивать expansion постоянно то есть надо зачистить точку ты как раз получишь нет уже ничего не получишь но ты получишь голды немножко какой-то девайс плюс там можно выращивать экспант долго ли коротко ли но хуманский рудник он скоро закончится и ему придется перебазироваться как-то все эту знаете все эти караваны мешки золотом мукой там женщин и переводить в долгом караване на другой оазис вот скоро хуману предстоит решать вопрос с миграцией массовой тут его можно будет принять кстати а эльфу в этом плане гораздо проще он как-то пережил то есть он не умер совсем и сразу и теперь он может харассить и выращивать нычки но вот я бы все-таки expansion заложил там панда пошла убивать огненные лемы сейчас будет еще одно дыхание постоянно контролит вышку анима не дает панде подойти а очень хочется и нужно ее убить конечно направляем на огненного и лема сдуваем вышку и теперь у панды раздолье но приходят панда самец дыхание в свои фермы пытались видели глухую застройку организовать для того чтобы не прошли эльфийские герои но там же дирижабль поэтому все это пустое бесконечный харасс начинается миграция понимает что уже не подобывать берет всю вообще вот женщин детей стариков инвалидов коллег сирых убогих соцработников но тут как тут снова возникает выброшена из дирижабля панда ее подкручивают ультимейт и панда если мана на дыхание вот сейчас главный вопрос потом да есть мана но не хватает дамин держабль давай 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 успел красава просто если не читер только теперь лети 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 птичка тебя сейчас ух как же тяжело бросается эльф на чехом и на последнее эльфийское здание это просто какой-то триллер совершенно невозможно это смотреть гибнут последние рабочие анима я так понимаю не оставляет себе возможностей на продолжение экономического банкета он будет рассчитывать только на панду попытка кружить варлорда великолепное дыхание и надо бежать честных 21 хп боже какой же лакерок этот эльф какой же лакерок он чуть не потерял панду он сейчас чуть не потерял дирижабль и все время не хватает крошек крошек хитпоинтов но нычку конечно сдует чинить ее нельзя панда дышит минус 2 виспа но сейчас грамотно видите очень грамотно вверх можно починить немножко во вторых надо виспов конечно разводить чтобы он их одним дыханием не сбрил разводи не разводи может она была задиспелить всех пятерых виспов тут же попробуй подлетел уже быстрее дыхнет мне кажется знаете надо было сделать вот двух он сдул 3 срываешь и дисплей лишь вот на пофигу хотя стадать табу панда с руки могла затыкать мы какая какое напрягу напряжение какая драматургия какое захватывающее развитие события тут барак притопал вообще ни с того ни сего но это обама безусловно это барак обама потому что он насаждает демократию на вражеской территории правда недолго существовал ой фаерлорд беги беги ты не переживешь не переживешь что ты что что развода все хорошо посох нет мэйна тэпаемся к алтарю все верно все правильно если мунвеллы ну эльфу нужно сейчас просто закрепить нижний экспант и постоянно шлепать нычки это все а самому харасить перманент на базу хумана ой дирижабль ищет еще очень много маны на дыхание пытается сдуть строящийся мэйн новый трехсотый и понимает что сейчас ой фаерлорд фаерлорд блин пушин пушин ты купил пушин тебя сейчас дует сдует же сдует а так салин салинс на панду дыхание сейчас отпустит фаерлорд увеличивается в последнем колодце бежит на утек от панды но если деньги на пушин у анима кстати идет откуда-то за добыча голды да он понимает что возможно там с паушином уже фаерлорд будет еще одно дыхание пары дыхание горим размениваемся ой щас потеряет панду лол и в последнюю секунду кулдаунится ультимейт да ё-моё что это за игра то такая и теперь уже эльфийским героем в самочке нужно снова убегать снова дирижабль вездесущий но можно и лимов спасти кстати или мы просто на утек золотой рудник обрушился я слышу эту отменяй отменяй да что ж ты как почему не отменил до теперь что делать хуману вот все у него 889 голды и на этом все товарищи а у эльфа там где-то в районе 12 часов 11 30 растет нычка надо посмотреть есть еще у эльфа ресурса на восстановление и вот надо зачистить ну как-то найти время может быть не знаю огненными лимами каким-то макаром чудесным зачистить анима понимает что ну ему же никто не даст нычку поставить просто совершенно невозможное и бежит таскать золото в наглую абсолютно беспардона из-за эльфийского рудника номинально терять всех рабочих но не всех конечно еще кто-то добывает так у анимы просто больше нет голды на нычку вот чем проблема пань панда на последний кстати покупает по ушам инвиз он решает в общем что нычка это пустое и надо сейчас убивать героев но абсолютно мы заинтригованы если честно концовка совершенно непредсказуемая чем все это закончится я вам я вам не могу спрогнозировать экстраполировать по предыдущему опыту best replace ничего невозможно не подозревает эльф что рядом бегает рецидивист особо опасный под инвизом фактически blade master понимать что там тоже ульта жесточайшая дыхание фаерлорд тут сразу пили телепорт персональный фаерлорд пользуясь так пытается вилять еще смотрите боже бежит к магазину если деньги сдувается фаерлорд инвул кажется только что перекупил хотелось повторить посмотреть повтор этого момента ну по-моему анима перекупил инвул последний момент или фаерлорд просто не успел ничего купить сумасойки просто сумасшедшая игра минус фаерлорд но и воскрешать его наверное уже нет никакого смысла вот эльфы нужно разводить надо бежать пандой срочно твоя единственный твой путь к победе эльф это построить еще одну нычку внизу на пол шестого на пол шестого будет тогда у панды самца хуманской когда он узнает что придется харассить 22 дерева одновременно а ты будешь потихонечку сдувать потихоньку полегоньку не нужен тебе этот фаерлорд 300 лет вообще забудь про него вот зря вот сейчас же от кулдаун ультимейт ё-мое он же понимает дыхание дыхание вот сейчас продамажит панду вражескую пойдет и в рубит ультимейт ну да да блин что ты же понимаешь еще и под лесом как неудачно в стата гг вот сейчас если она выйдет все гг до свидания как это же очевидно было ты ё-моё зачем ты лез на эту панду блин зачем ты бегал с ней разменивался еще раз вася объясняю тебе бежишь и ставишь еще один экспант не нужно был восьмая панда фаерлорд фаер мать его лорд зачем кому диспал какой-то не понялин даже не успел за мин минус нычка надо дисплеерить всех да 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 но по-моему у общей панды мана не а дисплеер ца если за дисплеер одну из ее что-то такой терра морфинг не термо панда морфинг в общем одно из его альтер эго панда самец у анима хватает мозгов понять что у эльфа должна быть 2 нычка но к своему счастью анима обнаруживает там лишь големов решает не крепить эту точку хотя можно было бы может быть попался какой-нибудь кошерный девайс не знаю выпадает ли из этой точки например первая аура архимага да нашли алтарь над gg вот все правильное зачем убить алтарь самому если можно согреть на него мобов да и вообще выходит фаерлорд дальше что и тут еще одни панда сразу мгновенно заказывается но у анима памяти как у рыбки он не видит что алтарь горит снова нет возвращать и крипит ты серьезно нет все слава богу панда самец поняла в чем его цели пытается роддом откуда вылезет свежая панда самка он пытается его разрушить на свою беду потому что что ему делать одному на этой карте непонятно с фаерлордом особо не про не поразмножаешься там горячо очень так дыхание дыхание смотрим на ману сейчас ключевой вопрос сколько у панды маны ее там помощью инвульчик есть да если они ошибаюсь давай давай отвлекать и чего ты чего убежал то эльф давай харась harassment sexual harassment еще одно дыхание и панда выйдет выйдет скорее всего это было еще на дыхание мне я не знаю как это комментировать ребята я не знаю как это комментировать фаерлорд вообще у него отсутствует полностью инстинкт самосохранения ты зачем с ним начал размениваться в миле рейнджи вася ты вася ты подпеченный пирожок блин и так внимание друзья кто быстрее да успеет она вылезти по динамике успеет или не успеет успеет конечно успеет дыхание то больше нет а вот если бы сдул фаерлорда с одного дыха и успевает и погоня потом я напоминаю скоро откуда на последний покупаем продаем всех чертям собачьим при делимся ох я никогда не видел столько ровожадных панд в живой природе это какая-то пандарийская резня бензопилой ё-моё ну хорошо что там у эльфа есть деньги на нычку главный вопрос века так это мы будем сдувать ой по эман это нет ёпс туда эман это нет таева большая кружка кружка есть пиво нет знаете мне срочно нужно конечно взглянуть на ресурсы эльфа он что-то покупает что-то продает поэтому банку это надыбал растет ли на пол двенадцатого экспо точно больше что ничего не понятно ну все большая кружка и кружка просто регенит естественным образом хп денег у него уже нет все продал купил инвиз а надежда последняя у него вот кулдаунился ультимейт и сейчас последняя надежда под анвизом подбежать окружить под ультимейтом убить господи 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 это просто рофл так надо найти надо найти место где где да где меньше строений бегать где-то в открытом поле в чистом в чистом поле поднимаем ой здесь можно можно пройти не может наверх наверх можно убежать к лесу нельзя ой что же ты делал вот это гг он сейчас должен окружить потому что там пройти а можно в низу пройти отбегаем проходит тут нужна музыка банихилла к тут нужна музыка банихилла друзья это невозможно смотреть без музыки я требую музыку из банихилла до анима пишет что он думал что он неплох в окружении показал сам себя сейчас корит казнит думает какой же я вася и битва панд последнее дыхание убегаем там колодцы мунвеллы от и генерис имба критс вся фигня но мунвеллы там внизу должны быть мунвеллы хотя бы один живоспасительный мунвелл и мы можем отрекинь какая армия нахрен вообще в варкрафте строить армию какие-то здания какой-то ну все 168 маны и мы сейчас увидим как пятая панда убивает восьмую а нет пятая панда просто не сражается я бы сражался а что у восьмой панда стоит три дыхания были на может они стоят и не знаю пары дыхание бьемся он решает дать бой пошли криты друзья сейчас все решится это последний бой маханча контрольная в голову дыхание пары дыхание убегает догорает 46 кп 40 35 21 эльф побеждает санка просто рафляниша игра пожалуй ну возможно вот я бы точно в топ-3 отправил эту игру за всю историю нашей рубрики невероятная битва какой варкрафт какие армии какие здания какие строения какие там игры в макро какие там экспанды разводы там нет просто вышли две панды и устроили кровавую резню сечу просто зарубу невероятной мощи о что сказать друзья все как в жизни все как в жизни как бы не трепыхался самец в итоге победила самка и загнала его под каблук на этом мы и закончим я думаю что это было идеальное резюме произошедшего на этом мы с вами заканчиваем спасибо большое всем кто смотрит кто поддерживает рублем кто подписывается в группу кстати вступайте в наш паблик в vk я понимаю что основной ресурс демок это youtube там в сайт goodgame.ru но в vk очень много всего интересного в частности мы там проводим и планируем далее проводить розыгрыше ключей оригинальных ключей от warcraft обеспеченных нам сейчас минутка гордости компании blizzard entertainment у нас есть еще четыре ключа которые мы в ближайшее время разыграем среди своих подписчиков также в этой группе существует зал славы где показаны все абсолютно все кто хоть раз поддерживал рубрику за всю историю существования но и топ-5 самых щедрых наших меценатов прямо сейчас на ваших экранах кроме того в там появилось новое обсуждение мы собираем мы аккумулируем лучшие цитаты вашего покорного слуги за всю историю существования рубрики давайте соберем все самые крутые фразочки эпичные афоризмы все что нам удалось за это время спродуцировать в общем такие дела друзья большое всем спасибо подписывайтесь на мой канал на ютюбе настоятельно рекомендую сейчас прохожу starcraft компанию эпизод 3 и есть еще идея выложить прохождение варкрафта я когда-то в незапамятные времена прошел и рок и тфт компании на естественно на эксперте это было очень давно и возможно кому-то будет интересно посмотреть это прохождение именно от меня в общем пишите ваши в комментариях хотите вы этого или нет ставьте лайки и до встречи в следующей серии пока ребята в следующей серии